Ситуация крайне простая. Сегодняшние нормы закона гласят очень простую вещь. Если предприятие опасно, оно не может быть введено в эксплуатацию. На данном предприятии реализованы такие системы безопасности. Каждый узел, связанный с хоть каким-то опасным фактором, задублирован, а то имеет и тройной контроль, что возникновение какой-то ситуации просто не может быть. Это принципы, заложенные на заводах уничтожения по химическому оружию. Именно поэтому эти площадки были выбраны для дальнейшего развития, для того, чтобы решить еще одну большую нашу проблему, которая нам мешает жить. Это отходы первого-второго класса опасности. Да, их негде сегодня перерабатывать, их не обезвреживают, и сегодня они фактически валяются у нас под ногами. И все те проблемы, которые есть, связаны ровно с этим. Мы сегодня стоим на пороге глобальной реформы в этой области, в государстве, когда все отходы от образователей будут собираться централизованно, цивилизованно перерабатываться в безопасные продукты и возвращаться в обратно в хозяйственный оборот. Отходы первого-второго класса опасны только тогда, когда они бесконтрольно попадают в водоемы, в грунт, нам в продукты питания. Когда они цивилизованно обращаются на предприятиях, это во всем мире уже реализовано, мы здесь не новички, то это процессы, которые понятны, открыты, безопасны и нам очень нужны. Сколько подобных предприятий будет создано в стране, в частности, учитывая горный? Всего таких больших промышленно-технологических комплексов будет создано семь в рамках федерального проекта до 2024 года. И плюс сохранены те предприятия, небольшие, малые предприятия, которые сегодня реально перерабатывают отходы. Ну, прежде всего, это ртуцы, держащие отходы, там есть предприятия по элементам питания. И задача нашего такого глобального проекта, это реальных переработчиков вовлечь в этот процесс, чтобы те отходы, которые там предприятия, мы с вами образуем, они шли им на предприятие, а не по серым схемам куда-то ворвать. Держись, атомы, здесь не будет, как ходят слухи. Друзья мои, давайте отфиксируем один простой момент. Радиоактивные отходы на заводы по переработке отходов первого-второго класса опасности не пойдут. То, что в сети идет под словами, там, полоний, плутон, еще там что-то, это называется неграмотная постановка вопроса. Если вы посмотрите классификационный каталог отходов первого-второго класса опасности, вы не увидите там радиоактивные вещества. Они там не могут даже находиться. Для этого существуют свои предприятия, своя федеральная схема. Она работает уже около 20 лет, она не требует никаких-то нововведений, инноваций. Задача у нас одна. Не радиоактивные отходы первого-второго класса опасности. То, что есть, то, что требует переработки. Завод не будет открыт просто так. Нужна проектная документация, широкое обсуждение с общественниками, с жителями, наверное, да? Вы абсолютно правы. Вообще мы находимся в самом начале пути. То есть решается много всевозможных мероприятий. Закон, который все это регламентирует, прошел все три чтения в Государственной Думе, единогласно поддержан. В эти дни он проходит в Совет Федерации. Мы ожидаем, что в августе месяце он будет принят, и мы приступим к реализации мероприятий по созданию государственной информационной системы, федеральной схемы по обращению с отходами первого-второго класса опасности, которая увяжет всех производителей и реальных переработчиков. Все отходы в рамках этой системы будут маркироваться у образователей, и весь их жизненный путь будет отслеживаться в той лице переработчиков, и эта система будет открытой. Соответственно, предприятия, которые мы сейчас видим, на базе которых будут эти мощности развиваться, модернизироваться, как раз и призваны с учетом существующего структуры эту задачу решить на хвостах. Естественно, не будет закрыта дорога и для малого бизнеса, и для предпринимателей, которые захотят также такие предприятия реализовать. Ведь это не какие-то опасные, вредные заводы. Это, по большому счету, обычные химические, металлургические, машиносборочные предприятия, которые ровно перерабатывают то, что когда-то произвели. Будет ли мнение жителей учтено? Условно говоря, если собран миллион подписей, откажетесь ли вы от этого завода? Смотрите, друзья мои, что такое общественный контроль? Давайте общественное мнение, общественный контроль. Вы все знаете, что у нас предусмотрено законом целый ряд мероприятий по реализации любого строительства. Инженерное изыскание, соответственно, разработка проектной документации, общественное слушание, экологическая экспертиза, экспертиза промобезопасности, и великое множество, вплоть до главгоспертизы. Значит, существует еще такое понятие, как общественная экологическая экспертиза, и мы, собственно говоря, об этом говорим, и настаиваем, чтобы она тоже была. Но Росатом, понимая некий озабоченность, информационный вакуум в этом вопросе, потому что говорить о том, что ты против, только можно тогда, когда ты понимаешь, против чего же ты на самом деле, мы предложили в регионах присутствия вот этих проектов реализовать общественный контроль на стадии разработки проектной документации, чтобы мы с вами первый раз увиделись не когда, там проект уже будет лежать на столе, и уже там, что называется, вам 20 дней, и вы не доположите. Мы предложили работать вместе с нами, создать рабочие группы, куда войдут общественные деятели, видны ваши специалисты, профессионалы своего дела. Вместе с нами пройдите этот путь, убедитесь, насколько он безопасен, или убедитесь в обратном. Вот сегодня, вот это мероприятие, которое мы сегодня посетили, это одно из таких мероприятий по общественному контролю. Никто ведь никогда из общественности, из журналистов массово не заходил на объект по уничтожению химического оружия. Всегда это было чем-то таким отдаленным, там 2-3 человека допускали. Мы для себя видим другую задачу. Общественный контроль не только на стадии проектирования и строительства, общественный контроль на стадии эксплуатации завода. Это нормально, это работает. Подтверждается регламент, определяются люди, они ходят, контролируют. Данные мы выводим в интернет, те, которые там необходимы для того, чтобы общественность убедилась. То есть мы для себя, ну чтобы снять этот раз и навсегда вопрос радиации, все партии будут подвергаться контрольную радиацию с выводом в режиме реального времени, там на табло в интернет, в общественные приемные. Если там кто-то под шумок попытается сюда что-то подобное завести, у него будут совершенно другие проблемы, это будут не проблемы завода. Соответственно, это данные с источников стационарных выбросов. Тоже сегодня таким мероприятием мы прорабатываем. В режиме реального времени вы будете получать данные по выбросу вредных веществ, которые на источниках выбросов. Данные по объектам окружающей среде, на территории завода, на границах санитарно-защитной зоны. То, что сегодня вопросы задавали, там, скажите то, скажите это. Вот мы эту историю будем превентивно выдавать, для того, чтобы вы могли сами ознакомиться и сделать свои выводы. Против чего же вы? Я отвечаю вам на вопрос, когда люди выражают свое мнение, они должны как минимум разобраться с этим мнением. А против чего же они? Вы мне можете сегодня рассказать, что это будет за завод, чем он будет заниматься? Я журналист, я отслеживаю мнение людей. И никто не может. А для этого мы должны эту картинку составить, представить ее на суд общественности, и тогда уже вот это вот обсуждать. Должен быть предмет, как минимум, разговора раз, и профессиональный разговор два, абсолютно точно. А у Рос-РАУ есть опыт создания подобных предприятий? У Рос-РАУ вообще обширный опыт создания уникальных объектов. То есть понятно, что мы создавались как компания, которая решает точно такую же проблему на уровне радиоактивных отходов. Беда была точно такая же. Точно так же, бесконтрольно все это обращалось. В начале 2000-х годов создали федеральную схему, соответствующую информационную систему. Сегодня, если где-то что-то это всплывает, оно моментально отслеживается, и принимаются меры по локализации и удалению на переработку. Потом нам поручали задачи, связанные с отопленными подводными судами. Тоже никто не брался, и первый раз. Сегодня со всего мира к нам едут для того, чтобы научиться это делать. Сегодня мы занимаемся свалкой в Челябинске. Это огромный полигон крупнейшего в Европейской части России, да и нам во всей России, который необходимо рекультивировать. И сегодня нам поручили заниматься отходами первого-второго класса опасности. Под это, естественно, мы берем всех специалистов, которые имеют такой опыт. Это многие люди, которые работали на объектах уничтожения химического оружия, которые знают, умеют, как создавать. Мы не то чтобы в нуле находимся, мы сегодня формируем, извините, вот этот фулл экспертов, профессионалов специализированных организаций, которые к этой работе приступают, и которые, я надеюсь, мы пойдем в этот путь вместе с вами. А уже известен объем инвестиций в проект? Хотя бы как нужно? Да, конечно, у нас предельный объем инвестиций указан в 540-ом обстановлении правительства, которое вы все видели, там 5 с небольшим миллиардом рублей. 23-й год, то есть 19-й, 20-й год у нас проектирование со всеми процедурами, о которых я сказал ранее. Соответственно, 21-й, 22-й, 23-й год – это закупка оборудования, монтаж. Продолжение следует...